Привет всем, доброе утро. Меня зовут Виталик, я алкоголик. Я трезвый, слава Богу, 6 лет, 5 месяцев, извиняюсь, 5 лет, 6 месяцев и 5 дней. Я живу в Израиле, моя домашняя группа называется Альтернатива, это город Батьян. Сам я живу в городе Натания. Большое спасибо вам за приглашение, спасибо вам за предложенную тему. Я ее зачитаю еще раз. Но это из большой книги, из десятого шага. По сути, начало десятого шага. Мы вошли в мир духа. Наша следующая задача – расти в понимании и эффективности нашей духовности. Это происходит не сразу. Это должно длиться всю нашу жизнь. Вот так вот написано в большой книге. Сама тема «Расти в понимании и эффективности нашей духовности» предлагает нам, не очень люблю это слово, инструменты, действия десятого, одиннадцатого и двенадцатого шага. Речь идет об ежедневной инвентаризации, исправлении ошибок, которые возникают, возмещении ущерба, поиска Божьей воли и, соответственно, помощь другим алкоголикам. Как сказано у нас в книге, является основой нашего выздоровления и, конечно, применение. Стараться применять все эти принципы, духовные принципы во всех наших делах на работе, дома, в семье и везде, везде, везде. Я, когда пришел в анонимные алкоголики, вернее, более точно сказать, что анонимные алкоголики пришли ко мне в тот самый РИП-центр, с которого и начиналась моя трезвость чуть более пяти с половиной лет назад. Я до этого ничего не знал об анонимных алкоголиках, ничего не знал о программе «12 шагов». Может быть, встречалось что-то там в литературе, в каких-то фильмах, но я не обращал на это внимания. Поэтому для меня это было совершенно ново и по большей части абсолютно непонятно. Но то, что мне было понятно, по большей части мне не нравилось. Я не понимал, как вот эта вся тема, о которой вы рассказываете, какую-то там духовность, Бог, какие-то там духовные принципы. Как это может мне справиться с той проблемой, которая у меня была, да, проблемой алкоголизм и даже не то, чтобы сам алкоголизм, сам по себе. На тот момент я был умирающим алкоголиком, да, не просто алкоголиком, а уже умирающим алкоголиком, находящимся на последней стадии алкогольной деградации, физической, психической, духовной, душевной, да, то есть полностью разрушенным, более чем 20-летним пьянством, употреблением других веществ. За эти 20 лет там были и тюремные заключения, и больницы, и капельницы, и реанимация, цирроз печени и все, и все, и все, да, и ничто из этого меня не останавливало. Я продолжал пить, после того, как за год до начала моей трезвости мне врачи поставили диагноз рост печени, я уже продолжал пить и умирал. То есть я умирал, я понимал, что рано или поздно меня это убьет, причем, скорее всего, рано, чем поздно, но, тем не менее, я не знал, не видел выхода из этой ситуации. Я видел, что пить меньше я не могу, я не понимал, почему не пить я тоже не могу, тоже не понимал, почему, и уж тем более не понимал, как с этим можно справиться, да, какой выход из этого есть. Здесь, как я уже сказал, ничего я не слышал про анонимных алкоголиков, но, тем не менее, тем не менее, когда я впервые услышал, вот ребята приходили в репцентр, спикерили, там делали служение, и анонимные алкоголики, и анонимные наркоманы, и в репцентре висели шаги на стенках, да, консультанты тоже там говорили, рассказывали про шаги. Поначалу я никак не мог взять в толк, как вот эта вся хрень, как я это называл, может реально мне помочь. Я был человеком абсолютно неверующим, неверующим в плане, да, я не верил ни в какого бога, ни в какую высшую силу, такой законченный материалист стопроцентный. И все это мне не нравилось, не нравилось, да, по большей части, как я уже сказал, потому что это было непонятно, а мне по умолчанию не нравится, когда мне что-то непонятно. И, как я уже сказал, то, что было понятно, это тоже не нравилось, да, поэтому вот вдвойне, да, было у меня очень много сомнений, очень много страхов, очень много какого-то внутреннего сопротивления этой теме. Но было также очень много отчаяния, да, осознания своей ситуации, безвыходности той ситуации, в которой я оказался. Я, как бы, ну, к тому моменту, вот с чем единственным у меня не было неприятия или сопротивления, это с тем, что у нас сказано в первом шаге. Это алкоголизм, да, те два основных симптома, о которых мы говорим. Физическая аллергия, феномен тяги, ну, и мышление алкоголика. Когда люди рассказывали об этом, о том, что написано в большой книге, как это описано, делились своими историями, как это происходит у них. Ну, у меня была стопроцентная идентификация, то есть вот абсолютно под каждым там словом, предложением в большой книге, где описан у нас первый шаг, я могу под этим подписаться. То есть в этом, в этом плане у меня не было никаких, никакого отрицания, да, никаких предубеждений относительно моей проблемы. И признание собственного бессилия, которое только укрепилось после того, что я узнал, оно, по сути, и открыло вот ту самую дорогу, сделало возможным для меня тот самый выход, благодаря которому я вот по сей день продолжаю оставаться трезвым, выздоравливать. Вот. Несмотря на то, что я абсолютно полностью уверен, что я должен был умереть от нашего заболевания еще тогда, но тем не менее, то самое бессилие, по сути, не оставило мне большого выбора, как начать прислушаться. И очень скоро я пришел к пониманию, к убеждению, что действительно только, ну я бы не сказал, вот что я тогда прямо понял, что сила более могущественная, чем я может вернуть мне здравомыслие, мысли, соответственно, помочь мне как-то справиться с моей, с моей проблемой. Но, я понимал, что должно произойти чудо. Да, чудо. А что такое чудо? Для меня на сегодняшний день одно из качеств, таких самых, скажем, одно из первых качеств моей высшей силы, Бога, как я его понимаю, это именно вот чудо, да. Что-то, что невозможно, невозможно достигнуть своими собственными силами и усилиями других людей и объяснить это какими-то логическими рассуждениями, какими-то. То есть, тоже невозможно. Я не знаю, я не знаю, почему это случилось со мной. Да, мы очень часто об этом говорим, очень часто говорим про первый шаг, очень часто говорим про это в аспекте помощи другим алкоголикам. Буквально вот вчера на моей домашней группе мы опять обсуждали эту тему. Я не знаю, почему вдруг один человек получает вот эту вот возможность признать свое бессилие. Откуда у человека появляется достаточно честности, честности в первую очередь с самим собой. Я не знаю, то есть, я говорил, что я был, у нас вот часто говорят, да, там нужно достигнуть дна, но это вот очень важно, да, чтобы там признать свое бессилие и все это. Как я уже сказал, мое состояние было отчаянное, мое состояние было хреновое, однако же я встречал и продолжаю встречать людей, состояние которых гораздо хуже, чем мое. То есть, вот в моем понимании они находятся в гораздо более отчаянном положении, чем я. И тем не менее, тем не менее, с ними не случается вот это самое чудо, да, я продолжаю называть это чудо, хотя вроде бы мы говорим о таких простых вещах, как честность с самим собой, бессилие, принятие. Вот то, что необходимо для первого шага, но хоть я уже, хоть это случилось лично со мной, это является частью моего личного опыта, и я читаю об этом, я нахожусь уже, как я уже сказал, больше пяти лет в сообществе, там служу, выздоравливаю, много читаю, много общаюсь с другими алкоголиками, у меня нет ни малейшего представления, откуда это взялось. И уж тем более, у меня нет ни малейшего представления, откуда это взять человеку, который сидит напротив меня. Да, то есть, поэтому, поэтому я называю это чудо, я видел, как я уже сказал, я видел людей в гораздо более отчаянном положении, чем я. Я видел людей, которые в моем, в моем понимании гораздо лучше, чем я, гораздо умнее, гораздо более талантливые, гораздо более, короче, более, да, но тем не менее, тем не менее, они продолжали пить, они не выздоравливали, в конечном итоге они умирали от этого заболевания, хотя, в принципе, я могу много чего рассказать про то самое решение, про тот самый выход анонимных алкоголиков, который предлагает. И, как мне казалось, этим людям есть ради чего жить, гораздо больше, чем было у меня на тот момент, но, тем не менее, тем не менее, этого не случается, да, и люди умирают. Вот, поэтому, поэтому, ну, на мое счастье, со мной это произошло, да, и, несмотря на все вот это мое отрицание, нежелание, отчаяние, я смирился, да, я смирился, я понял, что действительно единственный возможный выход из моей ситуации, это то, что вот мне предлагают анонимные алкоголики, да, на тот момент мне уже никто ничего другого не предлагал. И, как сказано в большой книге, схватиться за это решение с отчаянием утопающего, по сути, это то, что случилось со мной, хотя я абсолютно не верил в это, да, как я уже сказал, мне абсолютно это не нравилось, но, тем не менее, вот то качество, открытость, да, и непредубежденность, которая тоже является результатом первого шага. Хотя, опять же, в прошлой жизни, ну, я не могу сказать, что вот открытость это было моим качеством, наоборот, я всегда верил в свою собственную правоту, я всегда верил, что, ну, ну, вещи черно-белые, да, что это или вот правда, или неправда, да, я был, у меня было огромное количество предубеждений по отношению к Богу, к духовности, религии, и, тем не менее, тем не менее, мне удалось отложить в сторону вот эти самые предрассудки и сказать, окей, хорошо, раз у меня нет никакого другого выхода, то, наверное, все-таки стоит попробовать, что, что мне предлагают вот эти самые анонимные алкоголики. Решение. Решение третьего шага, по сути, это самая готовность сделать все, сделать все, что мне предлагают. Я тогда не понимал, что на самом деле это третий шаг, а ведь третий шаг, о чем он говорит, о том, что я со всей имеющейся у меня честностью, открытостью, непредубежденностью и готовностью, да, готов сделать вот то, что мне предлагают анонимные алкоголики, ту самую программу «12 шагов» и посмотреть, что будет. И сама тема, ну, сама тема вот с духовностью, да, как мы говорим про духовность, для меня было абсолютно непонятно, то есть вот люди говорили эти слова, для меня это тогда на тот момент были просто слова, да, духовные принципы, какое-то там смирение, честность какая-то, открытость, да, мужество, там, любовь к другим и всякое такое. Это были просто слова, я помню такой смешной случай, я о нем часто рассказываю. Сейчас я этого слышу, я это слышу меньше, но когда я начинал выздоравливать, многие спикеры об этом говорили, ну, многие-немногие, мне несколько раз это просто, я это слышал, когда люди делились таким опытом, что когда им встречался какой-то тот или иной термин в работе по шагам со спонсором, спонсор предлагал им пойти и, например, выяснить, посмотреть в словаре, да, что же значит, что же значит это слово, да, я помню, какой-то спикер рассказывал, что они говорили со спонсором про любовь, и спонсор спросил его, а что, вот ты знаешь, что такое любовь, ты понимаешь? Нет? Ну вот иди посмотри в словаре, да, в первую очередь, что значит это слово. Мне это показалось на тот момент, ну, в принципе, хорошая идея, и я примерно с этим же самым полез в словарь посмотреть, что же такое духовность, да, та самая духовность, о которой говорят анонимные алкоголики. Я не помню точно, какой словарь, да, в гугле я вбил, наверное, в поисковике, там, сразу выдает, там, несколько разных словарей, несколько разных толкований, которые, по сути, мало чем отличаются одного от другого, но по большому счету, что было, да, там, написал слово духовность, духовность это, поисковик выдает, да, мне результат, духовность это, и следом за этим идут еще, там, несколько десяток слов, да, что я имею на выходе, то есть, до того, как я обратился к словарю, у меня было одно непонятное слово, после того, как я обратился к словарю, у меня было еще 20 таких же слов, да, которые я, вроде бы, с одной стороны, я слова эти знаю, но смысл, смысл, да, я все равно не понимаю, да, это мало, мало о чем мне говорит, вот, поэтому я очень быстро оставил эту затею, и, опять же, я, не дай бог, не хочу сказать, что это, вот, плохо и неправильно, да, те, для кого это работает, ради бога, ну, вот, для меня это просто тема не сработала, но спонсор продолжал мне говорить, что все-таки духовность и духовный рост, это является частью личного опыта, то есть, очень мало это можно понять головой, да, это что-то, что надо пережить, да, и в конечном итоге опыт, личный опыт, это те самые знания, которые переложены на собственный жизненный опыт, да, это что-то, что я делаю, и это что-то, что происходит со мной в жизни. В третьем шаге сказано, что эгоизм, эгоцентризм, это корень наших проблем, ну, на самом деле, когда я читал это со спонсором, в принципе, к тому моменту я понял, что в самом деле алкоголь не является для меня такой уже большой проблемой, тоже, когда я слышал одно из спикерских, Клэнси, по-моему, где он, он тоже рассказывает о его разговоре со спонсором, когда его спонсор говорит, что на самом деле анонимные алкоголики – это не место для людей, у которых проблемы с алкоголем, потому что людям, у которых проблемы с алкоголем, им достаточно просто бросить пить, да, не трогать алкоголь, и тогда их проблема решается, да. Проблема алкоголика, хроническая алкоголика, она не с алкоголем она с трезвостью да потому что когда такие алкоголики как я хронические не пьют или прекращают пить их проблемы не решается моя проблема только начинается и это я прекрасно понимал я не понимал еще почему так происходит но вот то о чем говорили мне то что написано в книге о чем рассказывали другие алкоголики эгоизм эгоцентризм это корень всех наших проблем я не могу сказать что но на самом деле я когда это услышал этот было для меня таким открытием вау ака вот как первый шаг до когда я услышал про те самые симптомы алкоголизма которых там сказано до аллергия мышление то у меня было как бы полная идентификация я сразу пришел к такому для себя пониманию да вот это это же реально на самом деле почему потому что со мной все это все это происходит да я могу это все переложить на себя на свою собственную жизнь на то как я пил на то как я пытался не пить да вот это все про меня а все что касательно темы духовности темы недостатков но это было примерно выглядело так науки хорошо если вы говорите что это так давайте предположим что это так давно в целом то что эгоизм эгоцентризм является корень моих корнем моих проблем что какой-то осознанный контакт с богом является для меня каким-то решением применение тех самых духовных принципов являются для меня путем к тому самому осознанному контакту с высшей силой да все это нужно нужно было проверить на практике как я уже сказал до того это были просто какие-то теоретические размышления да может быть умные ну или менее умные слова как мне казалось но тем не менее но та самая готовность как я уже сказал у меня была поэтому следующий шаг написание четвертого шага на самом деле написав четвертый шаг я понял две основные вещи до которые я вынес из написания первого четвертого шага это но действительно что эгоизм эгоизм корысть страх нечестность в полной мере присутствует до в моих взаимоотношениях со всем окружающим миром со всеми окружающими меня людьми это было настолько явно что меня это даже не удивило да что в каждом в каждом резентменте который я написал на каждую свою претензию на каждую свою обиду на каждую да у меня было что написать в колонках про эгоизм про нечестность про корысть про страх и это это было действительно открытие для меня да то же самое когда я писал сексуальную инвентаризацию написав свою сторону да то как я был в в отношениях с другими людьми и написав третью колонку да каким надлежим мне надлежала бы да тот самый сексуальный идеал я действительно увидел какова как велика та самая пропасть до которая которая лежит между мной и тем мной которым я считал что я на самом деле был а ведь я всегда считал себя достаточно хорошим человеком хорошим парнем да то есть я понимал что я делал какие-то там глупости что я там нет нет делал подлости какие-то что-то я там делал не совсем правильно да но в целом в общем и целом да я наверное неплохой человек я по большому счету никого там не убил никого там да не не изнасиловал не дай бог не не все такое и в общем и в целом да я достаточно хороший парень как мне казалось но увидев какая какой большой разрыв у меня между тем кто я есть и тем каким не надлежит быть согласно вот тем самым простым духовным принципам да ведь мне казалось мы говорим о о каких-то нормальных базовых вещах да ну вроде бы это понятно там честность да или честно с самим собой это понятно там я не знаю смирение это понятно но вроде бы это так просто да но это оказалось благодаря инвентаризации я увидел насколько это далеко от меня вот и то же самое в девятом шаге до благодаря девятому шагу тоже произошло достаточно много открытий не сама не в начале да не в начале потому что в начале у меня был достаточно небольшой список небольшой список восьмого шага и большая часть ущерба которого которого я нанес это был ущерб моим самым близким людям до родителям там брат бабушки да то есть те люди которые годами видели как я убиваю разрушаю себя мне-то казалось я же никому плохого ничего не делаю есть я понимал что я делаю плохо себе но еще речь идет обо мне да я я же вам ничего плохого не делаю да это же я пью это моя жизнь мое здоровье но я понимаю насколько эгоистичен и абсолютно можно сказать безумен такой подход да потому что я все это делал на глазах своих родных да я на сегодняшний день я понимаю скольких нервов здоровья лет жизни им стоило смотреть на меня такого и тем не менее как мне по итогам девятого шага мне сначала показалось что вроде бы ничего такого да это были не очень приятные тяжелые разговоры но тем не менее тем не менее что касательно самого возмещения ущерба никому ничего от меня особо не надо было ну как мне показалось да потому что все что все что от меня хотели люди это да говорили ты хорошо там продолжай оставаться трезвым там продолжай оставаться нормально да не делай так больше как ты делал и что касательно родных и близких всегда мне говорили там моя мать моя сказала постарайся быть хорошим сыном для своего отца отец сказал постарайся быть хорошим сыном для своей матери для брата ну и тому подобные вещи и когда я пришел спонсору и сказал слушай спонсор ну я вот сделал там тот девятый шаг тот девятый шаг слушай оказывается никому от меня ничего не надо да ура всего-навсего мне спонсор сказал подожди подожди стой что значит как никому не надо да тебе сказали вот продолжай оставаться трезвым ну эта часть твоего 9 шага возмещения ущерба продолжали быть нормальным продолжай быть хорошим сыном хорошим братом добудь вернее не продолжай потому что им не было немножко не точно а будь хорошим сыном хорошим братом хорошим это да вот это и есть твоего возмещение ущерба причем это невозможно возместить один раз. То есть ты не можешь быть один раз хорошим сыном или хорошим братом, или нормальным человеком. Тебе надлежит делать это ежедневно на ежедневной основе все время. И на самом деле на тот момент, когда я закончил 9 шаг, что я подумал, что по большому счету ерунда. В чем вопрос? Я же действительно хочу этого. Я действительно понимаю, что так, наверное, оно и должно быть. И я действительно честно хочу соответствовать этому. То огромное облегчение, которое случилось в результате прохождения первых 9 шагов, а у меня действительно наступило огромное облегчение. я помню, после 9 шага, когда закончил последний 9 шаг, на тот момент, который я мог сделать, я вот помню, шел от последнего человека, у меня было такое впечатление, что я просто не иду, я как бы иду, не касаясь асфальта. Да, и мне казалось, что на тот момент я уже видел и понял, что программа работает. Я даже пришел уже к какой-то вере, да, я действительно понимал и видел, что те изменения, которые произошли со мной, а в первую очередь, это были изменения, то есть не то, что я трезвый, хотя это было чудо само по себе, да, от меня на тот момент ушла, вот эта вот депрессия, вот это чувство безысходности, да, вот все те состояния, которые присущи первым, ну, я знаю многим присущи, да, первых месяцев трезвости, да, та самая тяжелая обстиненция, да, постоянные мысли о выпивке, постоянные мысли о том, какой это ужас, что я вообще больше до конца жизни не выпью, тоже у меня присутствовало первые месяцы постоянно эти мысли. Мой взгляд на мир начал потихоньку меняться, да, вдруг мир начал из такого серого, да, темно-серого, начал приобретать какие-то краски, да, и вот эти вот изменения потихоньку, 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 да, они меня привели в то самое состояние, что я действительно, как мне казалось, понял и осознал, что да, ну, вот, программа работает, а программа работает не просто так, потому что действительно есть какая-то высшая сила, которая, которая, ну, вот, стоит за всем этим, да, я не знаю, не знаю, и на сегодняшний день я называю эту силу Богом, да, Бог, потому что это такое простое и удобное слово, но на самом деле я больше не понимаю, чем понимаю, о чем же идет речь, но тем не менее, оказалось, что и это не нужно, как написано во втором шаге, да, достаточно убедиться на собственном опыте, что это работает, и я видел, что это действительно работает. И, как я уже сказал, мне казалось, что все, ну, будущее мне начало казаться в таких розовых, розовых цветах, и мне казалось, что все уже больше, самая тяжелая часть работы, она осталась позади. Ну, самое тяжелое, я имел в виду, в первую очередь, остаться трезвым, да, потом написать вот этот страшный и ужасный, как говорили, да, четвертый шаг, хотя ничего страшного и ужасного там не оказалось. Гораздо более тяжелый для меня был пятый шаг, но, тем не менее, и после него я, да, не умер, а девятый шаг тоже, каким бы он там страшным и тяжелым не казался мне в самом... В начале оказалось тоже, на самом деле, ничего такого страшного, и особенно, если сравнивать с теми результатами, да, то, что мне это дало, да, не идет ни в какое сравнение. Я постоянно это всегда говорю новичкам, когда спрашивают, обращаются ко мне и говорят, ну, мы говорим по поводу, вот, вот у меня проблема с тем или иным шагом, да, мне вот тяжело, мне трудно, мне страшно, мне больно, да, делать там, например, четвертый шаг или там пятый шаг или девятый шаг, да, я не представляю, ну, вот, как это можно сделать. На самом деле я, опять же, как я уже сказал, это, да, это было непросто, нелегко, это, да, было местами неприятно, местами это было болезненно, местами это было трудно, местами это было стыдно, местами, местами, да, это все присутствовало в полной мере, но если посмотреть в сравнении то, что я получил благодаря этому, да, ну, это на самом деле не идет ни в какое сравнение. так что, как я уже говорил, первое, вот, время после девятого шага я летал на крыльях, мне казалось, что все теперь в моей жизни будет прекрасно и замечательно, что действительно Бог освободил меня от большинства тех дефектов и недостатков, которые у меня были, но время, время шло и на мое удивление оказалось, что мои дефекты и недостатки никуда не делись. Да, на какое-то время, на какое-то время, достаточно короткое время, они как бы отошли на второй план, куда-то далеко-далеко на второй план, да, ведь что такое духовное пробуждение, какой этот самый эффект, мне очень нравятся те слова, которыми Юнг описал духовное пробуждение в разговоре с Роландом, да, с Роландом Хазардом, он говорит, что мысли, эмоции, духовные ценности, которые когда-то играли ведущую роль в жизни этих людей, вдруг неожиданно отодвигаются на второй план и совершенно новые представления и мотивы поведения начинают давлять над ними. Ну вот, да, опять же, на второй план, то есть мои дефекты и недостатки какое-то время отошли туда далеко на второй план и из меня перла, да, вот эта вот духовность, в кавычках, как мне казалось, да, естественно, моя, я ко всем относился по-доброму, всех любил, мне было хорошо, я был уверен, что и всем тоже хорошо со мной, было легко, было просто, но шло время, и я могу сказать, что во многом это случилось благодаря тому, что я фактически не делал, перестал делать те части 10-11 шага, которые касаются инвентаризации, да, ведь с чего начинается 10-й шаг, да, что нам рекомендуется делать после того, после того самого вот предложения, которое, по сути, является, да, нашей темой, да, что наша следующая задача расти в понимании и эффективности нашей духовности, да, мы продолжаем следить за проявлениями себялюбия, нечестности, негодования и страха, то есть продолжаем делать ту самую инвентаризацию, которую мы только начали делать в четвертом шаге, я думал, что вот я написав четвертый шаг, я закончился на инвентаризации, да, и уж тем более после того, как я сделал пятый шаг, а на самом деле написание четвертого шага это только начало инвентаризации, которая никогда не заканчивается, и она должна длиться всю мою жизнь, да, признание собственных дефектов и недостатков является одной из основных ключевых ключевых действий, да, вот, в том самом росте, да, я не могу расти, ведь как я могу расти, опять же, я вернусь к большой книге, страница 120, там, где Генри Форд мудро заметил, что опыт составляет высшую ценность нашей жизни, но это справедливо, если мы готовы использовать уроки прошлого, мы растем по мере того, как мы признаем и исправляем ошибки, а также извлекаем из них пользу на будущее, да, то есть мне нужно научиться видеть свои ошибки, да, видеть то, как мои дефекты и недостатки проявляются в моей жизни на ежедневной основе, да, десятый шаг, вечерняя часть, одиннадцатого шага, да, в какой-то момент я не придавал большого значения этим двум действиям, потому что, как я уже сказал, мне казалось, что Бог меня освободил от большинства дефектов и недостатков, да, и как я уже сказал, ну, на какое-то время они действительно затихли, но это был достаточно короткий промежуток и очень быстро, очень быстро эти дефекты начали вылазить, хотя я этого не замечал, да, возвращался мой эгоизм, возвращалась моя нечестность, естественно, корысть, страхи, даже в анонимных, да, и в первую очередь это стало происходить в тех самых местах, в которых я меньше всего ожидал, да, они начали вылазить в анонимных алкоголиках, да, это начало сказываться на моем, проявляться, в моем служении, даже в моем спонсировании других людей, да, я начал спонсировать примерно, когда у меня было месяцев 10-11 трезвости, да, как раз тогда, когда я сделал, закончил с девятыми шагами, да, я начал спонсировать и в какой-то момент я вдруг увидел, насколько я действительно эгоистичен по отношению к своим подспонсорным, да, что на самом деле я стараюсь получить от этого процесса гораздо больше, гораздо больше, дать, да, нет, я действительно пытаюсь отдавать, я действительно пытаюсь быть полезным, но то что я получал тогда от этого на было для меня гораздо более важно и я был требовательным я был не очень нетерпеливым да уж тем более нет снисхождение доброте и любви по отношению к подспонсорным вот так вот оглядываясь назад оглядываясь назад на начало того времени когда я начинал спонсировать до по отношению к моим спонсорам я всегда говорю ребятам а мне повезло что все что все таки нескольким людям опять же в этом естественно не моя заслуга да это заслуга их и по милости божьей конечно происходит но тем более я говорю ребята вам не повезло до чтобы были моими моими подспонсорными вот в том самом самом начале начале моего выздоровления начале моего спонсирования хотя ребята конечно говорят что все это ерунда но тем не менее тем не менее я всегда говорю если если вы и остались трезвые до до сих пор трезвые и да и все у вас хорошо это не не благодаря мне это вопреки мне да потому что потому что опять же оглядываясь назад я понимал насколько я был корыстен и эгоистичен то же самое происходило в служении да я очень долго пытался получить от служения гораздо больше чем дать да и по сути какой-то момент я помню что моя трезвость перестала меня удовлетворять где-то примерно на полутора годах трезвости я чувствовал себя отвратительно да вот где-то до года я чувствовал себя прекрасно как я уже говорил у меня было такое вот до пробуждение духовное да когда я чуть ли там не 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 летал над землей но постепенно 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 это начало спадать и мне становилось все хуже и хуже и хуже и где-то на полутора на полутора годах трезвости я вдруг почувствовал себя настолько плохо наверное мне было даже хуже чем первые месяцы трезвости да потому что на тот момент я уже понимал что даже выпить для меня не вариант да мне на самом деле мне пить не хотелось то есть да и вот если бы мне хотелось пить или употреблять плавных там хрен с ним а тут было еще более странное такое непонятное для меня состоянием не хреново и настолько хреново что я и я понимаю что даже в алкоголе и наркотиках я не смогу найти то самое решение которое было до этого и случились некоторые события тогда в моей жизни мне повезло да бог очередной раз в очередной раз я уверен вмешался вмешался в моей же а как вот да что случается вот как бы как бог проявляется в моей жизни как эти вещи случаются он открывает мне уши на то есть вот я получаю способность вдруг услышать те вещи которые я на самом деле слышал множество раз да я не знаю почему это происходит почему я называю это чудом да потому что я вдруг понял те вещи которые я слышал тысячи раз до этого в том числе и про про шестой седьмой шаг про инвентаризацию в десятом одиннадцатом шаге до что вдруг я понял да что ну на самом деле я продолжаю быть тяжело больным духовно человеком да и мне нужно мне нужно принять и осознать это да и что мои дефекты и недостатки они никуда не денутся и не делись да они всегда будут со мной и они проявляются или будут проявляться на ежедневной основе да и тогда я написал еще одну инвентаризацию и начал делать действительно вот более регулярный десятый шаг и особенно вечерний одиннадцатый шаг потому что под ним действительно иногда очень тяжело увидеть увидеть тот самый страх тот самый эгоизм самыми честно скорость и ну и проявление всех этих да просто вот ну жизнь такая у нас очень динамично очень быстро да очень иногда просто ну реально физически нет возможности остановиться и увидеть что же происходит однако вечерний 11 вечерний одиннадцатый шаг да я когда начал делать это регулярно я действительно увидел сколько раз по дню я испытываю тот самый страх я испытываю злость я бываю нечестен сколько вещей я мог бы сделать по-другому и с одной стороны кажется в целом вроде бы ерунда да вроде бы даже в тех местах где я испытываю страх где я там нечестен да ну ведь по большому счету я же не наношу там кому-то какого-то там страшного или ужасного какого-то там ущерба или там да но на самом деле вот эти вот самооправдания это очень очень неприятная вещь да которая может доставить очень много неприятностей потому что все таки все таки да опять же возвращаясь большой книги мы притязаем на духовный прогресс духовный прогресс может в моем понимании быть только когда я действительно вижу вот эти свои мелкие проявления дефектов и недостатков и пытаюсь их исправить да а когда я говорю что ну ладно хрен с ним можно подумать ерунда это да я там допустим опаздываю на работу да это не честность до опаздывать на работу но я оправдываю себя тем что я вот же вчера вечером я там поздно был на группе да там потом я допоздна сидел спад спонсорным да ну вот подумаешь там вот я там поздно лег рано еле встал ну проспал но у меня есть уважительная причина да я же вот я же полезен там стараюсь быть полезен богу и другим людям да ну подумаешь но это нечестность и это мой эгоизм да потому что в конечном итоге мне нужно приходить на работу вовремя и а я позволяю себе вот так вот да быть нечестным в этом и во многом во многом другом да я получаю какое-то наполнение да мое состояние улучшается каким-то непонятным не способом когда я работаю с подспонсорными да и я хочу получать эту кайфушку поэтому я не принимаю во внимание нужны моих подспонсорных да потому что если подспонсорный там например отменяет какую-то встречу которую я с ним запланировал да и пусть у него есть на это уважительная причина я его осуждаю я на него злюсь да я его критикую как же да чё ж ты такой нехороший человек да не не даешь мне мое выздоровление вот то же самое происходит везде да в анонимных алкоголиках в служении до сколько я уже много спикерю же прошло много времени так вот понимание эффективности до той самой духовности видеть как мои дефекты и недостатки учиться видеть как они проявляются в тех местах которых я раньше даже не предполагал до научиться видеть научиться их признавать идти с этим к богу ну вот пожалуй об этом это все что я хотел сказать наверное нет не то что хотел сказать это то что я сказал значит так оно наверное должно быть давайте я сейчас на этом моменте закончу и если будут какие-то вопросы я конечно с радостью на них отвечу вот по большому счету да по большому счету растив понимание эффективности нашей духовности насколько я на сегодняшний день понимаю это видеть признавать исправлять свои ошибки ну и продолжать продолжать учиться быть полезным богу и другим людям а это невозможно это невозможно сделать если я не не вижу не признаю те самые свои ошибки те самые свои недостатки которые до сих пор со мной и я думаю что останутся со мной до конца жизни все спасибо что послушали трезвый сегодня спасибо тебе огромное за спикерскую спасибо за опыт такой вопрос как сегодня находишь баланс между работой с подспонсорными работа по программе и какими-то делами в жизни работа семья выбор между тем чтобы провести время с близкими или провести время с подспонсорными как ты выбираешь спасибо за вопрос но сначала скажу что у меня это часто получается очень плохо найти баланс или как белл говорил золотую середину белл кстати очень много упоминает вот это вот золотая середина уже в более поздних писал да это часто встречается и в традициях и до в книге язык сердца он постоянно об этом говорил что поиск вот только той самое того самого баланса до толстой самой середины и является очень важным до в продолжении нашего выздоровления это действительно очень трудно это действительно очень трудно потому что я как алкоголик был и продолжаю оставаться человеком крайности до человеком крайности то есть меня постоянно бросает за одну в другую крайность да я или все свое свободное время там все свои усилия на работу там с подспонсорными на служение или наоборот да если там есть к появляются какие-то другие вещи которые меня на данный момент мне кажутся более до более интересные или более важные да я могу и и это действительно это действительно очень сложно как я говорю очень часто очень часто я перегибаю в ту или иную сторону и это тоже нужно продолжать видеть да в первую очередь в первую очередь опять же продолжая честно делать вот эту самую инвентаризацию до 11 шага общение со спонсором на сколько раз меня спонсор самому увидеть то что я перегнул в одну и ту или другую сторону это это не очень эффективно но в моем случае это не работает да потому что я сам этого не вижу да я начинаю это видеть когда это реально начинает доставлять мне уже неприятности то есть вот кстати расти в понимании нашей духовности это научиться решать проблему не когда уже все на когда уже там наступила полная жопа до или там но научиться видеть до того до а это опять же как я уже сказал продолжать делать до 10 11 шаг и общение со спонсором впереди идущими потому что очень часто я сам этого не вижу на и мне спонсором тоже вот у меня в частности на данный момент есть семья до любимая женщина с которой дай бог мы скоро женимся а вот эти одно отношения начались там полтора года назад и до а до этого я жил один до до этого я жил один и я все свое свободное время по сути занимался на нем и алкоголиками мне это нравилось мне это было интересно я очень много служил я очень много спонсировал я рабы я работал да но все свобода от работы время я вот занимался анонимными алкоголиками и когда начались эти отношения в способ постоянно меня одергивал то есть до того момента вот я помню разговор у меня спонсор были слушай ну тебе нужно снять половину твоих служений да ты ты не можешь тогда у тебя теперь вот там семья женщина дети дом да ты там должен делать какие-то вещи ты ну тебе нужно убрать а мне это казалось ну как это да мне сказалось я же делаю правильные нужные важные вещи да я служу я служу там во всяких комитетах там где-то там председателем где-то там секретарем там у меня там куча подспонсоров я же делаю ну я же там полезен да я полезен другим алкоголиком я полезен богу я делаю полезные вещи и спонсору приходилось мне да вот он не говорит слушать ну как бы остановись прекрати да у тебя сейчас другие цели у тебя сейчас другие задачи естественно если ты хочешь да ну чтобы вот твои отношения вышли на тот уровень о котором ты хотел да ты не можешь как бы там рассчитывать на нормальные отношения да если ты там 24 на 7 будешь там заниматься своими служениями да и со своими подспонсорными и вот так во всем и вот так во всем и да это это сложно это действительно очень тяжело это очень тяжело найти баланс и как я уже сказал что касается лично меня и опять же моего знакомства со многими другими алкоголиками мы наверное всегда будем оставаться людьми вот этих вот которые бросают в крайности куда и туда и обратно и скорее всего мы очень часто будем уходить в одну или другую крайность но наша задача научиться действительно видите останавливаться до того момента когда это вот уже не не мне приведет к каким-то там неприятным последствиям моей жизни а это опять же это происходит благодаря в первую очередь то самое метаризации общению со спонсором вот и и пожалуй вот так вот ну вот наверно то что я могу сказать могу сказать по этому поводу благодарю друзья ставим три единички задаем вопрос пока спикер у нас здесь нет да спасибо денис алкоголик всем привет спасибо за спикерскую вот вопрос по как раз по одиннадцатому шагу вот именно отвечая инвекторизации этой прожитого дня то есть я когда отвечаю на вопросы да вот по большой книге был ли я нечестным был ли я эгоистичен думал ли я другие а вот этого ну я осознаю что да где-то я был нечестен где-то я был эгоистичен где-то я больше думаю о себе там где-то я действительно злился там по работе там либо где-то там на подрезавшего там водителя где-то бесился где-то вот еще еще что-то осознаю и все равно вот на следующий день буквально либо там через день я все равно наступаю на те же грабли хотя прошу бога помочь помочь исправить мне эти ошибки помочь увидеть где криво криво ступаю где криво гребу и и все равно вот и грубо говоря изо дня в день получаются практически одни и те же самые грабли то есть и и меньше я других думаю порой не думаю о других вообще думаю только о себе и какой-то что-то контакт с богом да я вроде и молюсь и ничего такого не требует него и я не вижу не то что я не вижу его не то что ответов освобождения какого-то как это сказать присутствие его порой не ощущаю как-то так спасибо спасибо денис за вопрос я понял вопрос да ну поскольку мы с тобой и лично знакомы да я могу сказать что вот в твоем как в твоем конкретном случае да именно отвечает вопрос я могу сказать да я знаю что ты находишься еще ну по большому счету в самом начале пути и это естественно да это естественно потому что все таки программа начинает работать скажем так в полную силу когда мы имеем уже все все 12 шагов да мы да то есть вполне возможно на том этапе ну на том этапе выздоровления на том этапе программы на котором ты находишься сейчас это еще вполне естественно да это не происходит за один день до старые привычки старое поведение старое отношение к жизни вырабатывалось вам в нас годами десятилетиями да и неправильно будет думать что это изменится за там за три-четыре месяца выздоровления хотя опять же я уверен что ты можешь сказать что много чего изменилось ну опять же из нашего личного знакомства с тобой последние несколько месяцев я знаю что много чего изменилось но мы чай мы часто видим да мы понимаем окей много чего изменилось но много чего и изменилось так оно и должно быть да так оно и должно быть невозможно я вот пять лет больше пяти лет в программе пять с половиной лет эти шаги живу у них практику и их и много чего осталось из старого со мной да то есть много многое я и по отношению к себе могу сказать до через пять лет программы много чего изменилось но много чего и не изменилось на в целом я продолжаю быть тем же самым эгоистом эгоцентристом да и продолжать делать действия да это очень важно дать время не время поэтому 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 очень важно но опять же мы же мы же очень часто я тоже часто это слышу да вот я там месяц программе там или два я там молюсь медитирую я не чувствую что это работает опять же это не может работать так вот быстро мы годами разрушали себя свою жизнь да свою да вот то есть все все что мы имеем да относительно наших дефектов недостатков да все это накапливалось нас годами десятилетиями да исправить это за каких-то несколько месяцев невозможно научиться жить по-другому невозможно да поэтому там сказано вот это вот тема я читал в начале спикерская я не знаю это был да наверное но это вот часть десятого шага также написано что это должно продолжаться всю нашу жизнь это должно продолжаться всю нашу жизнь и я знаю людей которые 20 30 40 50 лет в программе да и которые продолжают говорить о том что ну я я просто еще не слышал ни одного человека там со сроком трезвости там 30 40 лет который говорит что все я был уже избавлен да я не делаю ошибок я там не делаю это я вот там да мы не святые скорее всего ими никогда не станем и слава богу да все это процесс все это процесс он занимает время главное продолжать делать продолжать да и постепенно постепенно как я уже сказал многое что изменится многое что не изменится какие-то дефекты уйдут какие вдруг я обнаружил в себе какие-то новые дефекты да и ну вот наверно как то так да да и время не время ну я знаю в твоем случае прошло еще не прошло еще то время да нужно все таки все таки закончить делать программу ну закончить закончить ее невозможно да ну ту часть большой книги тех действий которые описаны и продолжать продолжать практиковать это на ежедневной основе и тогда мы увидим действительно такой более явный результат нашей жизни надеюсь я ответил всем привет поставил тоже 3 единички Виталий огромную благодарность за твой опыт у меня такой вопрос вот шаг 12-й на звучит так до степень духовного пробуждения да мы старались донести смысл наших идей до других алкогольков особенно до других вот как у тебя вот с этим 12-й шаг вот нести нести эту идею вот кто все еще страдает вот твой конкретно 12-й шаг на сегодня нести эту весть да я просто хотел поправить да именно о вести идет речь а не об идеях весть анонимных алкоголиков ну ну как это происходит естественно это происходит регулярно постоянно да то есть я вы знаете то есть вот 12-й шаг как и все остальные шаги интересная вещь все-таки я очень редко когда могу сказать что вот я там намеренно иду делать такой-то или такой-то шаг да потому что шаги все-таки они являются таким чем-то одним большим целом да я очень ну я очень много говорю о проблеме и о решении этой проблемы да будь то на собраниях будь то в спикерских будь то в рип-центрах которые я регулярно стараюсь посещать и в живую и онлайн да по роду своего служения да на сегодняшний день я являюсь например председателем комитета по информированию общественности в центральном офисе обслуживания Израиля там мы тоже стараемся делать очень-очень большую работу 12-й шаг по большому счету это когда я делюсь с окружающими людьми с алкоголиками не всегда алкоголики это могут быть социальные напрямую алкоголики это могут быть социальные работники это могут быть врачи вот недавно не так давно было интервью на радио да где нас пригласили рассказать про анонимных алкоголиков да по сути это когда я рассказываю что было и что я имею сейчас и благодаря чему это произошло да вот тот самый 12-й шаг да это происходит в общении алкоголика один на один после собрания на курилке люди звонят люди спрашивают новички иногда нетрезвые иногда разговаривают с человеком там я не знаю вот недавно ко мне позвонил человек написал человек в WhatsApp да он ко мне обращался два и два года назад он ко мне обращался да он был пьяным он был пьяный он не мог остановиться мы какое-то время с ним общались 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 потом он пропал да так бывает очень часто вот недавно он мне позвонил он там вышел после более года нахождения там в реабилитационном центре пришел где-то там где он живет на группы и вот он мне написал через два года да вдруг я сначала даже не поинку он мне это пишет ну hablar слушай виталий ну вот я тебе решил написать поблагодарить тебя да ты там два года со мной назад говорил когда я бухал да в конечном итоге благодаря тебе он мне говорят благодаря мне да я вот оказался пошел в тот самый реп центном много чего понял преосмыслил вышел вот вот я приошел на группы вот я теперь выздоравливаю Я просто с человеком два года назад делился, пытался до него донести на собственном примере, что эта болезнь может сделать со мной и что мне может дать программа, шаги. Никогда не знаю, как это выстрелит и где это выстрелит. Но опять же, всякий раз, когда у меня есть возможность, действительно. В конечном итоге, в чем заключается весь анонимных алкоголиков? В том, что я человек болен смертельным и неизлечивым заболеванием, которое называется алкоголизм, и от которого можно выздоравливать приобретением духовного опыта. И вот мы, анонимные алкоголики, можем предложить этот самый духовный опыт. Мы анонимные алкоголики, я как спонсор, как человек, у которого этот опыт есть, могу помочь человеку в приобретении этого самого духовного опыта. Это происходит гораздо чаще, чем то, что я могу сказать, что я как-то намеренно, целенаправленно иду делать двенадцатый шаг. Ну вот как-то так. Виталик, у нас следующий вопрос от Алексея. Алексей, микрофон можешь включать. Привет всем, Алексей, алкоголик. Меня хорошо слышно? Тебя отлично слышно, Алексей. Спасибо, Алексей, за опыт. Просто вот услышал то, что насчет спонсорных, да, у тебя там, ну, были, как бы, ну, ты видел то, что... Сейчас, секунду. То, что, ну, эгоизм, да, проявлял корысть свою, и, как бы, я вот просто на себе, как бы, секунду прождяюсь. Вот у меня вот такое, честно, не знаю, какое-то видение, да, того, то, что вот у меня подспонсорные, как бы, я им дал одиннадцатый шаг, вот, письменный, да, вечерний. Кто-то выполняет, кто-то не выполняет, кто-то, там, да, ну, оправдание, как обычно, оправдывается, да, что, там, ну, силы не было, там, и устал после работы. Кто-то говорит, что мне нужен пинок, и, как бы, не знаю, вот, я, может, и ошибаюсь, да, то, что, может, это больше мне нужно, или как, да, но, как-то охотово все равно помочь, да, вот, ну, людям, да, как-то вот, то, что, вот, я сейчас испытываю, да, и, блин, охота их привести к этому, и, вот, у меня-то вопрос такой, почему, вот, ближе, да, как-то, вот, заставлять их, или как-то так же вести себя так же, как и вел спонсор, вот, со мной, да, он, как бы, мне ничего не объяснял, ну, пиноков не давал, как-то, да, таких вот, просто делал и все один раз сказал, как бы, а мне, как-то, вот, охот, ну, не знаю, по-моему, да, опыта, я, вот, как-то напоминаю им, каждый скидывал, да, это, ну, в чате, про одиннадцатый шаг напоминания, как-то, вот, считаешь, это, ну, правильно, вообще, да, и как-то, ну, и твоему опыту, как-то было, спасибо. Спасибо, спасибо большое, очень хороший вопрос, да, на самом деле, вот, когда я сказал, что мы про это говорили, вот, на, про помощь другим, буквально вчера, на собрании моей домашней группы, это была тема, мы об этом говорили, вот, действительно, нет ничего плохого в желании помочь, да, я тоже хочу, чтобы те люди, которые ко мне обращались, те люди, которые приходят в анонимные алкоголики, выздоравливали, да, что само по себе уже является, скажем так, к неким духовным прогрессам для такого законченного эгоиста, децентриста, как я, а мне всю свою жизнь было абсолютно насрать на всех других людей, да, извиняюсь за мой французский, да, то, что меня сегодня заботят другие люди, да, и то, что я действительно хочу, и я действительно хочу, я понимаю на сегодня, вот, на сегодняшний день, имея то, что вот я имею, да, вот, мы имеем нашу программу, которая реально работает, это очень, мне тоже больно в виде, я действительно, вот, верю в то, что, ну, ну, никто не должен умирать алкоголизм, да, особенно, ну, никто, может быть, это сильно сказано, но, действительно, миллионы и миллионы людей имеют возможность спастись благодаря тому, чему имею я, тому, что имеешь ты, да, но, тем не менее, тем не менее, опять же, наше, то, что мы можем сделать, это очень, очень ограничено, и вот, кстати, признание бессилия, да, вот, понимание, опять же, возвращаясь к основной теме нашего, моей спикерской, да, расти в понимании эффективности моей духовности, это в том, в том числе и понимание, да, что, что я действительно могу сделать, и где я бессилен, и где я бессилен, я тоже, у меня абсолютно вот одинаковая ситуация, мне очень отзывается, то, что ты говоришь, у меня тоже спонсор мне, он никогда мне не давал никаких там пинков, не давал поджопников, да, мой спонсор очень так аккуратно, да, вел меня по шагам, и, и я делал, и он мне тоже чаще всего говорил один раз, да, вот, он говорил мне делать, и я делал, я делал, потому что у меня была готовность, да, потому что у меня было, вот, у меня было, я не знаю, откуда, опять же, когда я говорил про первый шаг, вот, спикерская, я не знаю, откуда это берется, я не знаю, откуда это берется, но вот, ну, вот, во мне это было, да, везение, милость Божья, можно называть это как хочешь, да, это было, это было во мне, у меня была готовность это делать, и я это делал, опять же, я не хотел это делать, да, что значит давать пинков, да, я не хотел это делать, мне никто не давал пинков, чтобы я в своей жизни делал, что я не хочу делать, да, еще и без пинков, да, не было такого никогда в моей жизни, да, но, тем не менее, я был в том состоянии, когда я не хотел делать, мне это не нравилось, мне это было это, а я все равно делал, не потому, что мне там это спонсор сказал, да, я не делал все эти действия, потому, что мне их сказал делать спонсор, я делал эти действия, потому, что я хотел выжить, я понимал, что это может сработать, только если это будет, если я это буду делать, а если я это не буду делать, и это не сработает, я прекрасно осознавал те самые последствия, И вот это на мой взгляд Самое основное и самое важное А под спонсорные В конечном итоге я на сегодняшний день Понимаю, что я отношусь к этому Все таки так Что спонсирование Это Наверное в первую и последнюю очередь Это мое выздоровление Это мое выздоровление И стараясь быть полезным Другим алкоголикам Я в первую очередь полезен себе Поэтому я в каждом из своих под спонсоров С которыми я начинаю работать Я всегда говорю, смотри Я не знаю, вот то что мы с тобой начинаем делать Когда мы садимся Первый раз открываем большую книгу Я всегда говорю, смотри, я не знаю Будет ли это полезно тебе Да, я это делаю, потому что я знаю Что это будет полезно мне Насколько это будет полезно тебе Это зависит только от тебя Только от тебя Ну от под спонсорного Да, потому что выздоровление под спонсорного Это о его действиях И о его взаимоотношении с Богом Да, либо Бог вернул ему здравомыслие Либо нет Либо Бог даст ему то, что необходимо Для того, чтобы выжить И остаться трезвым Либо нет Да, если да Да, то тогда То, что я делаю То, как я делаю То, как я умею Этого кажется достаточно Если нет Если у человека этого нет Давайте ему хоть 10 тысяч пинков Объясняйте ему хоть все на свете Там я не знаю Там можно его привезти другого спонсора Не меня там А я не знаю Билл Уилсона С одной стороны посадить И доктора Боба С другой стороны посадить Все равно ни хрена не сработает Да Я не являюсь источником выздоровления Других людей Да Не я даю выздоровление Да Бог дает это выздоровление И даже мне Как я могу дать выздоровление Другому человеку Если я его не могу дать себе Да И это действительно Это очень сложно И иногда очень больно Осознавать свое бессилие Вот в данном случае Тем более Как я уже говорю Что я действительно пришел Ну к полному пониманию И ну стопроцентной уверенности Для себя на данный момент Что действительно программа работает И она может помочь Фактически каждому алкоголику Тем более Который к нам приходит Тем более Который обращается к нам За помощью В шагах Но я также знаю Что большинство людей Этим не воспользуется Большинство алкоголикам Суждено умереть От этого заболевания И даже тем Кто приходит В анонимные алкоголики И даже тем Кто обращается К нам за спонсорством И даже тем Кто начинает Делать шаги Да Не суждено Выжить От этого заболевания Такова Печальная статистика Да Алкоголизм До сих пор Остается Неизлечимым Хроническим Смертельным заболеванием С анонимными алкоголиками Или без них Большинство людей Умрут от этого заболевания И И К сожалению Я ничего с этим Не могу сделать Единственное Что я могу сделать Это продолжать делать То что я делаю Искренне Пытаться Быть полезным Этим людям На Как это делать Правильно Я Я абсолютно Уверен Что нету Формулы Сделать это правильно Нету формулы Дать выздоровление Этому человеку У меня тоже был опыт Я пытался быть Строгим спонсором Я пытался быть Добрым спонсором Я пытался Там то и сё Да Какой-то Хороший полицейский Злой полицейский Да В конечном итоге Я пришел для себя К пониманию Я это делаю Так как я Могу Да Так как я умею Мне нужно быть Самим собой Да Самим собой То есть я спонсирую Людей Не так как я считаю Правильным А Так как мне подсказывают Ну скажем так Мое сердце Да Немножко это Ну вот Да Я спонсирую Так как это сработало Для меня Я спонсирую Так как это сработало Для меня Мне мой спонсор Не давал пинков Мне мой спонсор Не пытался Меня заставить Переубедить Там что-то Там это Да Он просто делился Со мной С любовью Терпимостью Очень Очень Скажем так Нежно Он это делал Да Я Продолжаю Я тоже стараюсь Делать это так Осторожно На С очень большой Осторожностью Это сработало Для меня И это то Что у меня Я могу предложить Даст Бог Кому-то Это понадобится Кому-то Это поможет Да Это сложно Осознавать Что большинству Это не поможет Да Процент Воздоровления Очень-очень Маленький Очень-очень Маленький Да Но Ничего не поделаешь Но Все-таки Все-таки Это те люди Которых Бог приводит Для меня И в том числе Для моего Опыта Я учусь Я вижу Я вижу Что случается С людьми Которые Вот Не следуют Тем самым Рекомендациям Программы Это тоже Для меня Это тоже Для меня Потому что Мне часто Тоже кажется Может быть Не стоит Делать Единственный шаг Или я могу И делать его Не так долго Или не так часто Или там Пропустить Или это И я смотрю На тех людей Которые делают В том числе На моих Подспонсорных Да И благодаря Им Благодаря Моим Подспонсорным Моим Да Я говорю Это моим Хотя они Не мои Да Благодаря Этим людям Которые обращаются Ко мне За моей Помощью Я вижу Кто что делает И я вижу Для себя Я понимаю Как это работает И как это не работает Ну вот как-то так Не знаю Надеюсь Я ответил На этот вопрос Но Я знаю Что это очень Интересная Тяжелая тема Она продолжает Занимать И все время Все годы Что я спонсирую Я об этом думаю Я об этом размышляю Мы об этом много Говорим С моим спонсором Мы говорим Об этом Многих На собраниях Да Но все таки Все таки Вот это вот Да Боже Дай мне разум И душевный покой Принять То что я не в силах Изменить Да И мужество Изменить То что я могу Да И это действительно Вот нахождение Да То есть самой Мудрости Того самого Понимания Да Это очень важная вещь Да На ежедневной основе Приходится Вот действительно Да Смотреть Действительно Что же я могу Изменить Или что мне нужно Принять И смириться Что это так Ну а как-то так Все Спасибо Виталий Благодарю тебя За опыт У нас еще вопрос Но можем В разговоре Другие говорят Что твой Подспонсор Поступает Ну не совсем правильно Как ты реагируешь Даешь ли ты Какие-то Ему рекомендации Если здесь Алевтина здесь Она может Более подробно Может быть Задать Свой вопрос Алевтина Ты здесь Изделились И заодно Поблагодарю Я просто Не могу Говорить Я хочу Сказать Что вот Подспонсорный Допустим Что-то Высказывает Неправильно Что-то Там Поступает Там иногда Агрессивно Как-то Ну И все Это В принципе Видят Как вот Виталика Ну я не один раз Уже слушаю Его Знаю Хорошо Хочу услышать Вот от него Как он Отнесся бы Вот Уже Пройдя С ним Соги И Видя Вот Какой-то Дефект Может Это На мой Виндерят Да Спасибо Спасибо За вопрос Алифтин Но Очень легко Видеть Недостатки Других Людей Да Самое Простое Наверное Увидеть Недостатки Смотреть Недостатки За другими Конечно Если я Вижу Что Там Подспонсорные Подспонсорные Да Или просто Бой товарищ По 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 Группе По Это Ну По Моем Понимании Да Что-то Делает Там Не так Что-то Как-то Это Я могу С ним Поговорить Да Я могу С ним Это Обсудить Но В конечном Итоге По Большому Счету Что Мы Можем Сделать А Кто Скажем Так Из Нас Видет Тебя Идеально И правильно Да В Конечном Итоге В Конечном Итоге Скажем Так Я Опять Я могу Высказать Своё Мнение Может Кому-то Не понравится Но Тем Не Минение Это моё Мнение Да В конечном Итоге Анонимные Алкоголики Это общество Глубоко больных Людей Да Своеволия Эгоизм Эгоцентризм Да Они проявляются У нас Везде И повсюду Да Даже Среди Выздоравливающих Людей Как это Говорится Кто Без греха Бросил Меня Камень Поэтому Ну А что Можно Сделать Конечно Можно Поговорить С человеком Конечно Можно Всегда Лично Всегда Лично Я всегда Стараюсь Не Обсуждать Какие-то Дефекты Недостатки Моих Товарищей Друзей Под спонсор Да В каком-то Там На группе Или даже На рабочих Собраниях Всегда В личной Беседе Я могу Поговорить Ну И всё Это всё Что я могу Сделать Человеку Всё равно Или он Меня послушает Или нет Да Ничего Не поделаешь Окей Я тоже Себя Не всегда Идеально Веду Я это Прекрасно Представляю И я очень часто Этого Тоже могу Не увидеть Ну Опять же В конечном Итоге Любовь И терпимость Наш кодекс Да В конечном Итоге Да Тоже Ко мне Часто Задают Вопрос А что С ним Делать Вот с этим Вот Да Который Там Идёт себя Неправильно Там Нарушает Традиции Или Там Не следует Духовным Принципам Опять же Наша программа Это не про то Что не про других Это про меня А моя задача Научиться Относиться Ко всем С любовью И терпимостью Да В конечном Итоге Все что я могу Сделать Поэтому Я всегда Говорю Когда ко мне Люди приходят Да Вот Жалобой На того Другого Человека Что я могу Делать Я говорю Окей Пропиши Его В четвертом Шаге Помолись За него Да Если этот Человек Продолжает Тебя Бесить Раздражать И эта Проблема Не в том Человеке Да Проблема В тебе Проблема Во мне Во мне Недостаточно Терпимости И в ближнем И это Единственное Что я могу Сделать Я ничего Не могу Сделать С другим Человеком Я не могу Никого Заставить Я не могу Никого Изменить Я не могу Ничего Я могу Сказать Что-то Но на этом Все заканчивается Я ничего Не могу Сделать С другими Людьми Единственное Что я могу Сделать Это сделать Что-то С собой Да Взять Свою Обиду Своё Раздражение Своё Своё Недовольство Свою Злость Своё И идти С этим К Богу Да Изменить Других Я не могу Изменить Своё Отношение К другим Я могу Но он же Неправ Он же Козёл Он же Там Неправильно Делает Он же Там Он 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 Вот Это Дорога Никуда Ну На мой Взгляд Да То есть Опять Вернее Это Дорога В одну Сторон Жить В том Самом Недовольстве Раздражении Неволитворённости Злости Да На сегодняшний День Я выбираю Этого Не делать Да Жизнь Жизнь Человека Это его жизнь Да Пусть Ведёт себя Как может Как умеет Я могу Всего-навсего Что-то сказать Я могу Посоветовать Я могу Сделать По-доброму Какое-то Замечание Да Или Какую-то Рекомендацию В мягкой Дружеской Форме Да Поможет Изменить Это Поможет Не поможет Не поможет Ну Вот Как-то Так Примерно Как-то Примерно Так Примерно